Это фото сделали примерно в марте. На улице Советская в Росляково неизвестные оставили строительные отходы, покрышки, а что хуже, использованную тару от горюче-смазочных материалов. Остатки из бочек вылились на землю. Вот грунт свежий. Тут большой был. У нас есть фотографии. Здесь ничего не засыпано. Ничего не засыпали. Все увозили. Мешки тоже из фотографий работают. Казалось бы, масштаб бедствия небольшой, но, по мнению экспертов, полностью избавиться от последствий подобных загрязнений даже на небольшом участке очень сложно. Впрочем, минимизировать ущерб возможно. Для начала надо было убрать бочки. Нефтепродукт просачивается в почву, поэтому надо ее рекультивировать, снять большой слой земли. Чем быстрее начнется ликвидация последствий, чем качественнее она будет, тем эффективнее окажется результат. По такому принципу, загрязнение на площадке и устранили. Правда, не так оперативно. Достаточно ли снятого слоя почвы, предстоит еще выяснить. Грунт был снят в достаточном количестве. Это сегодня, надеемся, подтвердит Министерство природных ресурсов. Что они будут идти сделать? Проверять, как это все было выполнено. И если недостаточно хорошо? Если не, то будем дорабатывать этот момент. По словам главы администрации Мурманска, это место само по себе идеально для несанкционированных свалок. Есть удобный подъезд, рядом гаражный кооператив, большая площадка. Чтобы такое больше не повторялось, я считаю, единственным возможным вариантом ограничить сюда доступ автотранспорта, любого автотранспорта. Мы имеем мысли относительно дальнейшего использования этого участка. Один из возможных вариантов – снегосвалка. Но как в итоге используют территорию, решат сотрудники администрации. Элина Шагенова, Виталий Попков, ТВ21+.